Двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения в зоне АТО. С начала суток боевики нарушили режим тишины 23 раза. Напомню, о прекращении огня договорились на прошлой неделе в Минске. Наибольшую активность террористы проявляли на Донецком направлении. Подробнее расскажут наши корреспонденты. На фронте не прекращается артиллерийская канонада. После объявленного с 1 апреля режима прекращения огня в штабе рапортует. Боевики продолжают нарушать и без того хрупкое перемирие. Провокационные обстрелы позиций сил АТО продолжают. Незваживаясь на достигнутые договоренности тристоронней группы, про режим припинения огня, незваживаясь на оружие провокации с боку врага, украинские военнослужащие суворо поддерживали режим тишины и огонь не открывали. Горячее всего было на Мариупольском направлении. Павлополь оказался под огнем Мин 120-го калибра. Гранатометов и пулеметов немного легче было в районе Красногоровки. Там противник использовал минометы 82-го калибра. А вот в Авдеевке, которая уже пятый день без электроснабжения, зафиксировали прилеты из минометов 52-го калибра. Из-за сложной ситуации на передовой неизвестно, когда удастся восстановить подачу электричества, говорят во временной гражданской администрации. С подобными трудностями местные уже давно свыклись. Но надежда, как говорится, умирает последней. Свет – основная проблема на данный момент. Интернета нет, связи нет, телефоны не заряжаем. Света нету и жизни нету. Все нормально, привыкли. Уже ко всему привыкли. Выживаем называется. Ну ничего, ждем мира. На Светлодарской дуге в районе Горловки и Донецкого аэропорта режим тишины не соблюдался. Однако тяжелое вооружение боевики не применяли, сообщают в пресс-центре штаба АТО. Тише всего было на Луганском направлении. Там боевики обошлись без минометов. Валуйское и Станицу Луганскую атаковали из стрелкового оружия. Крымское – из гранатометов. Станислав Кухарчук, Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов. Подробности – телеканал Интер.